МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полторы тысячи штатных юристов, 538 офисов бесплатной правовой помощи Министерства юстиции по всей Украине, более трех тысяч адвокатов ежедневно решающих ваши проблемы. Задайте свой вопрос. Вы имеете право". Я уезжаю на ПМЖ в Италию. Моя 16-летняя дочь ехать со мной не хочет и с родным отцом жить тоже. Могу ли я оставить ее на попечение других, неродных лиц? И как правильно это сделать? Дочь, которая достигла 16-летнего возраста, имеет право на свободный и беспрепятственный выезд за пределы Украины. Если дочка не хочет выезжать с мамой на постоянное место жительства в Италию, она может остаться в Украине. Антонина Загура, 37 лет. Начальник отдела правопросвещения и оказания бесплатной правовой помощи Правобережного Киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Минюста. Закончила Киевский национальный университет имени Тараса Григорьевича Шевченко, магистр права, юридический стаж 19 лет. Дети в возрасте от 14 до 18 лет имеют неполную гражданскую дееспособность. Что это значит? Это значит, что они без согласия своих родителей имеют право осуществлять мелкие бытовые сделки. Также они имеют право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработной платой, иными доходами, а также результатами от своей интеллектуальной деятельности. Также они имеют право заключать договора банковского вклада и в дальнейшем распоряжаться таким вкладом. И даже они имеют право быть учредителями юридических лиц. При этом они самостоятельно несут ответственность за совершенные им сделки. Все остальные сделки таких несовершеннолетних осуществляются только с разрешения их родителей. Если мама уезжает на постоянное место жительства в другую страну, то функции законного представителя такого ребенка здесь будет выполнять ее отец, поскольку, по всей видимости, он не лишен родительских прав. И вероятность установления через суд попечительства на таким ребенком крайне невелика. Дело в том, что опека и попечительство — это особый вид заботы государства о детях. И устанавливается такая опека прежде всего для защиты интересов несовершеннолетних детей. Так опека устанавливается над малолетними сиротами, а также малолетними, которые лишены родительской опеки. Это не наш случай. Что значит «лишены родительской опеки»? Имеется в виду, что родители таких детей были лишены родительских прав, либо они отбывают наказание в местах лишения свободы, либо они выехали на постоянное место жительства за границу, как в нашем случае, либо даже если не просто уехали на длительную командировку, либо по состоянию здоровья такой родитель не может выполнять свои родительские обязательства. Попечители, как правило, назначают с близких родственников либо людей, которые близки этому ребёнку. Обязательно с их согласия. И, безусловно, здесь учитываются пожелания самого ребёнка. Законных оснований назначать попечителя сейчас нет. Только в случае, если отец не будет выполнять свои родительские обязательства, возможно, он будет лишён родительских прав, то тогда родственники могут обратиться в орган опеки и попечительства для того, чтобы установить попечителя, такому ребёнку. Смотрите в следующем выпуске программы «Имею право». Хотела приватизировать земельный участок, который получила ещё в 1999 году. Однако оказалось, что в госакте допущена ошибка в моей фамилии. Сельсовет, который ранее мне выдавал этот акт, уже реорганизован. Как мне приватизировать землю? Свой вопрос вы можете задать, позвонив на единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800-213-103, скачав мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь» или обратившись непосредственно в один из 538 офисов бесплатной правовой помощи в вашем регионе для личных консультаций. Также вы можете задать свой вопрос на телеканале «Дом» в Ютюбе или в Фейсбуке в комментариях под этим видео, либо написав на личную почту проекта «Имею право, собачка, канал Дом ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...